Здравствуйте! Вы смотрите программу «Лавзона» на новостном портале «Лавмд». И сегодня о ситуации в Гагаузии мы будем говорить с адвокатом Владимиром Чимпоеш. Владимир, добрый день! Добрый день! Первый вопрос, который я хочу вам задать, это та ситуация, которая у нас сегодня произошла, это встреча госсекретарей министерств с примарами в Камрадском госуниверситете. Вы не присутствовали, но вы много знаете об этой встрече. Расскажите, пожалуйста. Честно говоря, то, что я знаю про эту встречу, это знаю исключительно из того, что я сегодня читал на телеграм-каналах, которые были приближены к нашему Башкану и ее окружению. То есть комментировать я могу только то, что я видел в них, но я должен вам отметить тот факт, что почему-то подача была крайне негативная и подача чисто обрывочная. То есть мы видели выступления представителей исполкома, советников Башкана, окружения, работников Народного собрания Гагаузии и лиц приближенных к руководству автономии, однако и мы не услышали, какие же конкретно были ответы, которые были даны госсекретарями, которые приехали сегодня на эту встречу. Начнем с того, что всех перечисленных на ее лиц, в принципе, на эту встречу, насколько понял, что не приглашали. Были приглашены представители органов местной публичной власти, и тема проведения данного мероприятия не озвучилась в лицах массовой информации. Тем не менее, сотрудники исполкома и сотрудники Народного собрания, и ряд депутатов пришли, чтобы выразить свой фи с соителем, которые приехали из Кишнева, и обвинить их в каких-либо наездах на Гагаузскую автономию. Дело в том, что одного из этих госсекретарей, господина Руслан Георгиевича Лунгу, я знаю достаточно давно и знаю его лично, это человек, который начинал свою работу в органах прокуратуры на территории Гагаузии. Он приехал к нам из Каушанского района. Первые полтора года он отработал в Чедовонском районе в прокуратуре, и еще пять с половиной лет отработал здесь в Камраде. Это человек, который уехал из нашего региона, оставив после себя только хорошую память себе, как и специалиста. Это человек, который становился здесь именно как специалисту и органах прокуратуры юрист. Это человек, у которого здесь стало очень много друзей, и который с удовольствием приезжает в этот край. И обвинять его в том, что он враг Гагаузии, и что он что-то хочет по поводу Гагаузии, мягко говоря, неумным, был он шагом. Я видел сегодня о том, что господин Влад Михаил, советник Башкана, положил перед Русланом ногу уважение в Гагаузии. И я сто процентов знаю, потому что общался сегодня с ним. Он приехал в Гагаузию, имея это уважение с собой. Он его достаточно хорошо изучил, прежде чем изучил в части судебной реформы, прежде чем высказываться в этой части. Я знаю, что это уважение он знает досконально. Изучил еще, будучи здесь, сотрудником прокуратуры. И уж поверьте, не Михаилу Влаху учить его данному закону. И Руслан Георгиевич может ему прочитать лекцию. Причем достаточно подробную и хорошую. Это первое. Второе. Я не понимаю, почему, но у представителей действующей власти автономии существует уникальная способность наживать себе врагов всегда и на каждом шуме. За этот период времени власти, который находится сегодня в власти, они умудрились поссориться с оппозицией. Причем преследователь достаточно изыщенный характер носит. Я думаю, что мы в ходе передачи остановимся на нем. Умудрились поссориться с местным бизнесом. Умудрились испортить отношения с центральными властями автономии. И при этом продолжают такую же линию поведения в дальнейшем. С кем они собираются работать далее, с кем собираются договариваться, как будут договариваться с бизнесом, с органами местной публичной власти, с примарами, с местными общественниками, с оппозицией, которая существует в народном собрании, я не совсем понимаю. Но такая линия поведения ни к чему хорошему не приведет. Я более чем в этом уверен. Спасибо. Ну, как бы у нас, получается, прошел год уже, как наша сегодняшняя региональная власть находится во главе. Я даже помню, когда была предвыборная кампания, они запускали видеоролик, где обещали Гагузе край мечты, что будет у нас аэропорт, у нас будет помощь для населения. Вот на ваш взгляд, за год, который прошел, я, например, не вижу никаких изменений, никаких улучшений. Вы заметили что-то? Улучшений нет. Ухудшений – да. Автономия сегодня расколота. Образовался круг людей, приближенных к башкам и к руководству автономии, которая сегодня банально наплевала на мнение остальной части населения и продвигает свою собственную повестку, которая сегодня уже явно вредит автономии и приведет к ее ликвидации. Я помню, на ваших передачах еще в ноябре прошлого года приходил мой однофамилиц и депутат Народного собрания населенного пункта, откуда я тоже являюсь выходцем, Сергей Хальсич Чемпоеж. И он тогда говорил, что я не вижу выхода с ситуации, в которой сегодня отказалась автономия, потому что сегодня она загнана в тупик. Он говорил это еще в октябре, в ноябре прошлого года. Об этом в последующем говорил не один депутат Народного собрания, а несколько. Об этом говорят многие жители сегодня автономии. и автономия катится в пропасть. У нас реально могут забрать полномочия. Я благодарен вашему порталу за то, что вы недавно провели, вы недавно брали интервью у азербайджанского аналитика Шабанова, если не ошибаясь, который сегодня проживает в Канаде, который является профессором одного из университетов, ведет очень интересные аналитические программы, дает интервью, и он подробно объяснил, как автономия будет уничтожена, и почему у нас такое тяжелое положение сегодня в автономии. Край мечты я не увидел, к сожалению. Ну, у нас еще три года впереди. У нас, у них три года впереди. На ваш взгляд, все-таки случится этот край мечты. Ну, я смотрю, вот Гагаузленд там пытается всякими правдами и неправдами построить, достроить и так далее. Когда они встали у власти, они ремонтировали некоторых населенных пунктов, дороги и так далее. Но при этом, при этом, большие предприятия из Гагаузии уходят. Чтобы что-то по стройке в автономии, необходимо было первый год заложить хоть какой-то фундамент под это строительство. Никакого фундамента мы сегодня не видим. Даже тот фундамент, который существовал, да, какой бы он ни был, он сегодня разрушен. У нас сегодня нету никакого взаимодействия с центром, и мы сегодня живем мифами. И я вас прошу обратить внимание на то, как они ведут информационную политику свою. Сегодня вы были свидетелями, если смотрели их телеграм-каналы, о том, как здание университета, в зал, где проходило это совещание, проходили их журналисты, которые должны были освещать это мероприятие. Никто в этом не препятствовал. И госсектории не требовали, чтобы они вывели из зал застанье их журналистов. То есть они отвечали на вопросы, они были достаточно открытыми. И в этой части я прошу произвести сравнение с тем, как госпожа Башкан и ее окружение проводили две встречи. Первая встреча, это была встреча с депутатами народного собрания, с примарами, где-то месяца полтора-два там назад, где после выступления представителя народного собрания Башкана прессу просто выдворили из этого зала, чтобы они не присутствовали, не могли записывать. Но со слов людей, которые там присутствовали, я знаю о том, что были очень интересные выступления господина Тарнавского, были интересные выступления нескольких еще депутатов, которые крайне не понравились нашей власти. И которая решила из-за этого в последующем, сделала вывод, что прессу допускать нельзя. Минувшие буквально пятницу, если не ошибаюсь, было заседание тоже с примарским корпусом, на которое также не допустили сотрудников прессы. То есть опасение о том, что это все станет достоянием общественности, и методы их работы с примарами и с депутатским корпусом станут известны за пределами народного собрания. К сожалению, никакой открытости у этого исполкома мы не видим. Мы видим постановочные съемки с разных мероприятий, раздачу мороженого, почему-то она производится от имени какого-то политического образования, организации какой-то. Мы видим постановочные кадры, где люди торжественно встречают башкану. В аэропорту, в суде, не знаю где, где они машут шариками на каком-то мероприятии организованно. Ну, это все... Наиграно. Наиграно, и это все делается для создания какого-то общественного мнения, всенародной поддержки башкана. Ну да, вы отметили, я хочу тоже добавить, что за полгода правления нашей сегодняшней власти в ГГУЗИ, ну, если не каждую неделю, то очень часто у нас в автономии проводятся митинги, если вдруг их что-то не устраивает. Танцуют у нас постоянно. То есть они хотят показать, что ГГУЗИ живут счастливо в мире в согласии. Так я полагаю, да? Я вам приведу один из примеров этого мира в согласии. Сегодня господин депутат народного собрания Фазлой Петр Иванович, который является руководителем, не руководителем даже, а обычным преподавателем в художественной школе города Вулканешка, где он являлся основателем данного учебного заведения. С сегодняшнего дня ему закрыли доступ к учебному заведению. То есть человек уволили с работы в связи с достижением продельного возраста, пенсионного возраста, но не дали даже выпустить свой класс. У него 10 числа должен быть выпускной экзамен у детей, и он должен был проводить свою группу. Тем не менее, даже это не дали ему сделать. И господин Тютин Роман, который назначен исполняющим обязанности временно на период болезни руководителя данного учреждения, не дал ему такую возможность. А почему это произошло, на ваш взгляд? Я считаю, что это метод от давления на депутата народного собрания, который не согласен с политикой действующего Башкана, и который ее регулярно критикует. Который высказывает свое мнение? Да. Я представляю интересы другого депутата народного собрания Юрченко Елены Анатольевны в деле, где обычная фотография в социальных сетях стала основанием для того, чтобы видеть его выговоры. Хотя ее обвинили в каких-то действиях, которые нарушают нормы педагогической этики, с чем мы категорически не согласны. Я надеюсь, что решение суда будет справедливым. И я обязательно об этом сообщу, по крайней мере, на своей странице, о том, какое будет решение по данному вопросу. Я тогда понять не могу. Они в предвыборной кампании. Обещали новые рабочие места, но при этом получилось, что спустя полгода правления они увольняют одного из сотрудников учреждения. Как? Где эти новые рабочие места? Где? Ну, о новых рабочих местах можно очень... Думаю, что мы услышим хороший ответ от сотрудников Фуджикуры, которых увольняют оттуда пачками, от предпринимателей, которые вынуждены закрывать свои предприятия. Мы видим постановочные кадры в различных мероприятиях, но, к сожалению, не видим о том, чтобы конкретно создавать какие-то новые рабочие места. У меня складывается впечатление, что весь график работы нашего нынешнего Башкана это в понедельник суды в Кишневе, митинг, критика в адрес центральной власти, вторник, среда, это какие-то митинги, обязательно один из них на территории Гогаузленда. Четверг, пятница это тоже какие-то выезды, перелеты в аэропорт и встречи. Я, насколько знаю, что она часто должна находиться в Петербурге на Петербургском экономическом форуме и уверен, что встреча будет такая же пышная. То есть, опять-таки, пару сотен людей будут выезды на Кишнев для торжественной встречи в Башкан. Не совсем понятен смысл этого и кому нужна эта картинка. Даже олимпийских чемпионов нас так не встречает по возвращении с игр. У нас, правда, Молдави только один, но даже призеров так не встречает в аэропорту, как нашего Башкана. Что конкретно это дает, я не совсем понимаю. Ну, суббот воскресенье это обязательно порядок и праздник. Ну, я, например, понимаю, это показывает народную поддержку своего рода. Хотя все прекрасно понимают, что все они проплаченные. Все прекрасно это понимают. Я бы хотел увидеть пару кадров о том, как открывается новое предприятие и открываются новые рабочие места в автономии. За это будет. Ну, мы ждем, когда отстроят Гогулзленд и, глядишь, и будет новое рабочее место. Гогулзленд не даст много рабочих мест, потому что это развлекательное учреждение, в котором будет бесплатно все, как они заявляют. И я сомневаюсь, что там будут созданы хотя бы 20 рабочих мест. Очень сильно в этом сомневаюсь. Ну, однако, в социальных сетях я вижу периодические объявления о наборе сотрудников. Ну, хорошо. Теперь хотелось бы остановиться на уголовном деле госпожи Буцу. Вы, как адвокат, расскажите, пожалуйста, что не так с этим делом. Пожалуйста. Я не знаю обстоятельства данного уголовного дела. И я считаю, что основная проблема, которая сегодня связана с этим делом для жителей автономии, то, что мы в реальности не знаем, за что же привлекается наш Башкан. Это обрывочная информация о том, что это дело было возбуждено по факту незаконного финансирования партии госпожи Башкана, партии господина Шора. По факту того, что были произведены какие-то мероприятия и незаконы по распределению данных денежных средств. Но процесс, судебный процесс Республики Молодого, он носит открытый характер. Я не понимаю, почему в данной ситуации, на месте в том числе и вашего портала, не освещают ход данного процесса. поскольку это было бы интересно жителям автономии. Как житель автономии, я бы хотел сделать сам вывод, за что привлекает Башкан. И когда госпожа Грицу, выходя из зала суда, говорит о том, что привлекает сегодня судья автономию, это не значит о том, что не автономия обвиняема в этом деле, точнее, подсудима в этом процессе. Я бы хотел сам сделать вывод о том, за что привлекает Башкан, что ее инкриминирует, поскольку средства массовой информации говорили о том, что эти деяния были совершены до того, как она даже баллотировалась на пост Башкан. То есть это был период времени, когда она была активистом партии ШОР, но никак не была политическим каким-либо деятелем. Поэтому пресса имеет право присутствовать на этих процессах, имеет право освещать ход данного мероприятия. Но, насколько я вижу, в сегодняшний момент, это больше используется как пиар-акция. По делу, согласно базе данных суда, Буйкань, уже было проведено, в общем, было назначено проведение несколько заседаний. Процесс находится на стадии подготовки по данному делу. Под различными предлогами просто затягивается рассмотрение данного дела. Якобы госпожа Башкан не получила обвинительное заключение на русском языке. Якобы какие-то были прочие недочеты со стороны органов уголовного преследования, что не позволяет начать процесс. Самое удивительное, это то, что обвинение, которое я слышал буквально вчера, о том, что были телефонные звонки, и госпожа Башкан выступала с заявлением, что ей инвестит таким образом режим сандру. Ну, простите, я, насколько понимаю, это обычная практика в Кишнею, в суде Буйкань и в апелляционной палате Кишнею, когда срываются процессы. И, как правило, заинтересованные лица, это лица, которые звонят, пытаются срывать процесс. Если ее преследует пасовская власть, как они утверждают, то зачем этой власти срывать процесс? Ей-то им совершенно неинтересно. В течение получаса, часа сообщать дважды о минировании здания может быть заинтересованной стороной только та сторона, которая обвиняется, которой неинтересно проведить данный процесс. Я, кстати, нашел на сайте суда Буйкань. Еще одно дело есть в отношении госпожи Евгении Гуцу. Дело о правонарушении, но нет информации о том, за что он отвлекается от ответственности. И 30 мая текущего года было судебное заседание, на котором было оглашено решение по делу о правонарушении. Я жду, когда на сайте появится, для того, чтобы понять, за что это привлекает. Потому что по второму делу нету митингов организованных перед зданием суда Буйкань. Что это за процесс мы увидим уже после того, как на сайте появится информация по данному делу. За что он привлекается. Да, он пока в стадии подготовки, я так полагаю, да? Второе дело правонарушения, оно уже окончено. Уже окончено? Да, а уголовное дело находится на стадии подготовки. Вы сказали ранее, что дело затягивается, уголовное дело. А кем оно затягивается? Ее адвокатами? Я не знаю, потому что в процессе не участвуют журналисты и эта информация не отражается на портале. Но судя по всему, ходатайство пока что заявляет адвокатами стороной защиты, то есть адвокатами подсудимой по данному делу. Но вы как адвокат, как юрист, на ваш взгляд, исходя из вашего опыта, сколько может затягиваться такого рода дело? Очень долго. Долго это? Очень долго. Это прежде всего связано с тем, что молдавские суды очень загружены. Судебная реформа, которая в настоящее время проводится, привела к тому, что суды перегружены работой. Особенно суд Буйкань, Мюнцик и Киштен, где нагрузка на судей превышает абсолютно большинство судебных инстанций Республики Молдова. Судей реально перегружены. Хорошо. Ну, мы знаем, как проходили наши выборы Башкана, что все голоса были куплены. Дело, однако, затягивается. Все-таки хочется, чтобы правда, истина восторжествовала и чтобы наступил порядок у нас в Гагузии. Потому что то, что сейчас у нас происходит, это и Башкан, человек совершенно новый в политике, который мало что понимает, где она сидит и что она делает. Это и замы, которые тоже не очень... Вот ваша оценка. Скажите, пожалуйста, и почему наши депутаты народного собрания сегодня так себя ведут? Я каждый день задаюсь этим вопросом. Вы, как адвокат, ответьте мне, пожалуйста, на этот вопрос. Я, как адвокат, ответить на этот вопрос не могу. Как житель Гагаузии? Ну, как житель автономии, как человек, который представлял интересы кандидата УЗУНА в ходе предвыборной агитации в прошлом году на башканских выборах. Я могу сказать, что не совсем я понимал, что творит, почему центральная власть, почему правоохранительные органы закрывают на глаза, на глаза на все нарушения, которые допускают в ходе выборов. Мотивировка была в том, что эти нарушения не доказаны и что якобы нет конкретных доказаний совершения данных нарушений. Я думаю, что этого кандидата сознательно вели к победе, потому что прекрасно понимали, что Гагаузии не нужен сильный политик во главе автономии, Гагаузии не нужен человек, который способен собрать команду управленцев и который может отставить интересы автономии. Я считаю, что этот кандидат для правящей партии в Кишневе идеальный кандидат, который может разрушить нашу автономию. Во-первых, во-вторых, это мнение у меня укрепилось после выборов органов местной публичной власти. Вы помните о том, что за гораздо меньшие нарушения кандидатов от партии Шанс, Шор и Шанс в последующем снимали с выборов и снимали целую партию с выборов при обстоятельствах, при которых я не видел железных оснований для этого. То есть без вынесения судебных решений либо каких-либо судебных актов, которые доказывали бы их виновность, целые партии и кандидаты полостами снимались с выборов. То есть Кишинев при желании этого кандидата на башканских выборах мог снять. Оснований было более чем достаточно. Все прекрасно понимали, какие деньги вертятся в этих штабах, все прекрасно понимали о том, что нельзя автономию завесить плакатами буквально с изображениями господина Шора и Куцу, и при этом все знали, сколько платят за каждый этот плакат. Никаких мер, чтобы это предотвратить, мы в ходе выборов не увидели. Власть, центральная власть может работать жестко и может пресекать подобные факты. В связи с этим вот эти митинги возле суда в Увыкань, которые людей туда приводят, я могу их заверить, никто этого башкана снимать не будет и никаких мер к ней предприниматься не будет. В ходе уголовного проследования по данному делу, в ходе судебного рассмотрения данного дела по ходатайству прокурора, суд мог избрать в отношении нее меру пресечения в виде подписки не выйти из местности. Это самая мягкая мера пресечения, которая предусмотрена в нашем законодательстве. И закончить все ее выезжи за границу, запретить ее выезжать за страну, за предел страны. Но тем не менее власть даже на это не идет. Позволяется все. Затягивать процесс, выезжать за границу, политиковать и так далее. Я считаю, что ситуация указанного конфликта, она поднимает рейтинг якобы действующей власти в автономии и в то же время очень на руку кишиневским центральным властям. В итоге это может привести к тому, что автономия будет развалена. Так. Тогда объясните мне другую ситуацию. Вы сказали, что центральные власти это на руку, однако при сегодняшнем нашем башкане очень много людей, которые бьют себя в грудь и кричат, что они патриоты нашей автономии. А они это не понимают? Они именно что бьют себя в грудь и при этом они старательно теряют все полной ночи. Мы теряем все. За последний год мы потеряли гораздо больше, чем за последние лет 10. судебная система автономии настолько изменила, что сегодня люди, которые проживают в эту личную территорию, стоят перед выбором, что завтра необходимо будет свои интересы защищать в Кагульском суде. Им необходимо будет преодолевать расстояние где-то 60-70 километров, чтобы добраться в суд. А если процесс начинается в 9 часов утра, то сделать это, не имея личного транспорта, практически нереально. Человек сто раз подумает, стоит ему обращаться в суд, потому что не всегда процесс заканчивается с одного застания. Может быть и 5, и 10, и 20. И посчитав все эти затраты, посчитав, сколько человек потратит на юридическую помощь, и он приедет в процесс, где он не понимает государственного языка, многие люди откажутся от того, чтобы искать справедливость судебных станций. Нынешняя власть кричит о том, автономии, кричит о том, что с ними не хотят идти на контакт. Но сам их лексикон, сама манера поведения приводит к тому, что говорит о том, что они не хотят этих контактов. Никто не приползет к ним на колени и не попросит о том, чтобы с ними вести равноправный диалог. Они сами не способны выстроить такие отношения с центром. Мне поражает риторика нашего руководства и их поведения. Такое впечатление, как будто за ним стоят несметные пауки какой-то армии, огромные, и они могут это сегодня делать. Господа, обратите внимание, что происходит в Приднестрое. Приднестрое сегодня не ищет конфликтов, ведут себя крайне спокойно. Это регион, который понимает, что на границе идет война. Почему в Камрате так идет себя руководство, логически я объяснить не могу. Ну, значит, сегодняшних патриотов мы смело можем назвать псевдопатриотами, я так полагаю, да? Я их так называю уже последний год. Считаю, что люди, которые продались буквально за две недели, буквально за пару дней после окончания первого тура выборов, иначе говорить о них нельзя. Как же наши народные избранники, люди, которых выбирали, которые ратовали за нашу Гагаузию, которые говорили, что Гагаузия будет процветать и все будет у нас замечательно, в итоге тоже продались, получается, так? Продались, это громкое слово, хотя слухи ходят разные, честно говоря, и озвучиваются разные суммы, но, по крайней мере, я не вижу патриотизма у этих людей. Их действия говорят о том, что они не защищают сегодня интерес автономии. И когда ряд депутатов призывают к досрочным выборам и Башкана, и Народного собрания, я считаю, что это единственный возможный выбор, возможный выход из этой ситуации. Ну, на ваш взгляд, вот эта вот вся ситуация, которая сегодня сложилась у нас в автономии, зачем она Шору? Вот эта вот ситуация. Я не политический аналитик, я не могу вам это сказать. Как человек, как житель Гагаузии, ну, вот на ваш взгляд. Показать о том, что он умеет контролировать этот регион, что он может контролировать этот регион. У меня была встреча с людьми буквально на прошлой неделе в Кагуле, где мои коллеги спрашивали меня после процессов, почему так получилось, что после того, как партия Шору вошла в нашу автономию, прекратились митинги в Кишинев. Почему на митинге в Кишинев, на различные акции протеста, различные акции протеста приезжали именно жители автономии? Где Аргеев, которым представители Шора контролируют район? Где представители Тараклейского района, где также Примар является ставленником этой партии? Где эти все люди? Почему используют в качестве тарана именно Гагауза? Почему наши жители на это вводятся? Да, мы все слышим про то, сколько стоит эта каждая поездка, сколько стоят эти провокации и так далее. Но неужели люди не понимают о том, что тем самым они разрушают будущее своих детей? Они работают против этой автономии? Что немаловажно среди тех, которые кричат и стоят впереди всей этой колонны, это есть и депутаты парламента, помимо депутатов Народного собрания Гагаузии, что есть, конечно, не очень хорошо. На ваш взгляд, впереди у нас президентские выборы, как они могут пройти и чего нам ждать дальше? Я от этих выборов, честно говоря, ничего хорошего не жду. Молдова средняя страна, зажатая между Украиной и Румынией, в которой ситуация будет контролироваться внешней силой. Внешней силой в любом случае не дадут проиграть выборы действующим президентам. Результат выборов предрешен, во-первых, во-вторых, в Молдавии нет оппозиции, которая сегодня могла бы объединиться и выставить единого кандидата. Выборы все ближе и ближе, и гораздо интереснее будет, с каким результатом пройдет референдум, который состоится в тот же день, когда я первый тур выбор был. От этого судьба Молдовы зависит даже больше, чем от президентских выборов. Но основное, я думаю, что это будет пробный забег и подготовка к парламентским выборам следующего года. Они будут иметь гораздо больше значений. Все-таки Республика Молдова это парламентская страна, где все решает парламент. И о том, как господин Додон отстранял парламент от должности и каким макаром ему препятствовали в работе, мы все приказом помним. Думаю, что та же ситуация может повториться через год, при условии, что нынешняя партия власти эту власть потеряет. Но это уже, пожилым, видим, потому что ситуация в мире меняется так быстро и она настолько динамичная, что через год мы можем столкнуться с совершенно другой ситуацией на границах Молдовы и с совершенно другим распадом. Потому что я надеюсь, что ситуация закончится в мире хотя бы к следующему году к нашим выборам. Имейте что-то добавить еще? Нет, спасибо за приглашение. Может быть, есть какое-то обращение к жителям, к правящей власти? Нет, что ж, благодарю вас за участие в программе, благодарю, что вы приехали к нам и рассказали об уголовном деле, который не все так просто оказывается в нем. Будем надеяться, что... Это дело непростое, но я бы хотел знать подробности, точно так же, как и жители нашей автономии, чтобы мы понимали, что происходит с нашим башканом. Это не просто гражданеевского суд Молдова госпожа Евгения Гуцова. Это башкан говорит в УЗИ и жители автономии должны знать о том, в чем она конкретно обвиняется. Прежде чем баламутить этот народ и прежде чем говорить ему о том, что настраивать его против кого-либо, мы имеем право знать, в чем она конкретно обвиняется. К сожалению, Генеральная прокуратура не выпустила пресс-релиза подробно в этой части и не указала о том, в чем обвиняется наш башкан. Думаю, что прозрачность в этом деле это очень важный, важный нюанс, который Кишнев должен все-таки соблюдать. И плюс к этому разрешите участвовать в прессе в судебном состоянии по данному делу. Чтобы все было открыто. Да, если вы видели, например, в американской системе правосудия запрещено фотографировать и делать видеозаписи в ходе судебного заседания, но журналистам разрешено присутствовать и они могут видеть, как это происходит и освещать ход данных процессов в прессе. И вся страна за этим следит за наиболее серьезным процессом. Для Гагрузии это было бы, я думаю, что полезно. Ну что ж, надеемся, что нас услышат и в ближайшее время все-таки заседания судебные станут доступными. Я имею ввиду касательно уголовного дела госпожи Башкана Евгении Гуцу. Благодарю вас еще раз за участие в программе. Уважаемые телезрители, вы смотрели программу Лабзона. Сегодня нашим гостем был адвокат Владимир Чемпоеш. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok